Это МЦ-10-20, это попало, значит, у меня в 1977 году, потому что пришлось с армии. Но отец заказал его раньше. В Сен-Истором? Я не знаю, когда он заказал, я был в армии в этот момент, да? Вот, заказ был произведен, рассказывать каким образом? Ну-ка, это самое важное, это самое главное. Давайте туда проходить, я буду рассказывать, потому что машины будут мешать. Давайте. Значит, как он мне рассказал, значит, он написал директору Цкиба, да? Не директору, как он там был. Ну, какому-то важному чинову. Да, директору, но фамилию не помню. Попросил изготовить ружье, которое на Летинской ярмарке заняло первое место, которое мы видели в журнале, это нам очень понравилось. Они ему выслали две фотографии, МЦ-10-20 и МЦ-10-5, да? Да. Ну, мы с отцом как бы выбрали, все-таки преимущественно отдали ему, да? Но они сказали, что это мы не исполняем на заказ ружье. Ну, то есть частному лицу никак нельзя было сказать? Да, никак нельзя, потому что, да, причины были, там это стендовое ружье, там, да. Но отец все-таки писал ему два или три раза, сказал, что я старый охотник, хочу именно такое. Я председатель охотников общества, у нас общество, у нас занимается стендовой стрельбой. Ну, то есть с трудом, с трудом, я не буду говорить там про 10 рублей. Нет, нет, рассказывайте, это самое важное. Короче, дедушка все время шла в это, умолял и клал в этот конверт, каждый раз какие-то деньги там, я не знаю. Но точно какие-то были, десятка, может, пятерка, но была, да? Нет, десятка, это точно. А ружье тогда стоило, я вам сейчас могу сказать, цена, да, что-то около 400 рублей. Ну, тогда, тогда. А для, если вдруг, кто не понимает, 400 рублей, что стоило, например? Да, смотрите, в то время стоило обычно в двухстволках, тост, там, да, 50 рублей, там, одностволка 20 рублей, значит, тост 34, что-то там, 200 чем-то рублей, 260 рублей, да? Вот, 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 нам нужно... В сторонку отойдите, пожалуйста, ага. Так, а машина сколько стоила какая-нибудь? Машина стоила 4000, я не знаю, а в то время я не знаю, если че. Ага, ну, а мотоцикл? Я не знаю, 400, наверное, точно стоило. Ну, то есть, оказалось, что оно, как бы, и в цене было, для нас доступно было, простому, как бы, труженику, который мог собрать эти деньги. Заказать только нельзя было. Заказать нельзя, потому что, да, это первое место, на Ленинской ярмарке, туда, вот. В общем, заказ был произведен, я пришел с армией, дедушка мне открыл этот... Дедушка, папа ваш? Ну, да, отец мой, он же тогда был дедушкой, открыл, тогда кейса не было, в чем они прислали, была посылка, да? Какая-то, она там и лежала, это было просто изумительно. Я его взял в руки, первый раз, это было просто изумительно. Я его рассматривал вот так. Вы представляете, что это, значит, новое ружье с гравировкой, с изумительным исполнением? Я боюсь, если кто-то будет это видео смотреть, из молодых охотников не представляет, потому что сейчас можно купить что угодно, а тогда нет. Я его крутил в руках, я его рассматривал, я не знаю, что... Был просто изумлен, да? Качество его, да? Я заглядывал в стволы, там, да, это все там сияло, сверкало. Все эти характеристики, там, гарантия, там, 45 тысяч выстрелов, подгонка, там, я не знаю, там... Я не знаю, просто качество, ну, для нас, как бы, простых людей, это особенно ничего не говорило, да? Ну, как бы так, нам что стрелять, да? Я ходил на охоту с ним, потом заряжал сам, потому что, ну, пытался, молодой охотник, конечно, не убивал сразу, вот. Но когда я научился стрелять, научился заряжать правильно патроны, начали проявляться изумительное качество этого оружия. Изумительно в каком плане? Изумительно по дальности стрельбы, да? По качеству, по резкости боя, по расстоянию. По расстоянию, это не я говорю, это... Это люди говорят, которые со стороны видели, а? Люди, которые со мной ходили, они всегда говорили, смотри, вот он идет с этим оружием, иди, посмотри. Они подходили и смотрели, да? Даже инспектор недавно, два года назад, или-ка, подошел ко мне здесь вот на горе, говорит, можно проверить документы? Говорит, пожалуйста. Говорит, а что это за оружие у вас такое? Ну, тут 10-20. Слушайте, говорит, я поражен. А можно посмотреть? Говорит, да вообще-то нельзя давать в руки, но я говорю, сейчас разряжу, разрядил, дал ему. Он там крутил, крутил сокол языком, а потом, говорит, когда уже отбегал, остановился возле машины своей кричит. Как называется? Говорит, им, кстати, 10-20. Я, говорит, посмотрю в интернете. Я извиняюсь, что прервал вас. Мы тут пока в машине ехали, вы примерно по счету зайцев с этим ружьем произвели. Сколько там примерно получилось? Я посчитал, это около тысячи, да? Тысячи. Около тысячи, да. Да, это за столько лет. Ну, как бы я не ярый охотник, который занимался... Непрерывно стрельбой зайцев. Мы тут по выходным ходили, на работе, по выходным на охоту. И то не всегда, там, ну, молодые, да, мы там стремились, мы были целеустремлены в этом плане. Ходили молодые, там, группы. 20-25, это было в сезон для нас норма. И мы каждый перед собой сидим. Ну, ты сколько? Я уже, говорит, 8, я 10, там. Я там... А ты, Володя, я уже 20. Все говорили, блин. Ну, я говорю, так у меня же ружье какое. Они же видели, как она стреляет далеко. Вот. Ну, и в этом плане, да, я за всю жизнь свою, имея это ружье, кроме изумления и наслаждения, потому что мне уже жалко его. Наслаждение не ощущал к этому ружью, да. Хотя я, как сказать, знал бы тогда, что это за ружье, да. Я бы его, может, берег более тщательно, но я и так берег его, можно сказать, да, относился к этому. Но когда ты идешь на охоту, ты забываешь, например, дождь идет, снег, ты идешь в посадку, ты падаешь, сколько было падений с ним, падений было. Короче, да, как это... в плане воспоминаний. Я могу только сказать одно. Я могу вспомнить несколько выстрелов, изумительные, да, которые были произведены на таком расстоянии, что не только те, которые... я сам был поражен, изумился, да. И это было... мной определено однажды. Ну, я же думал, это обычно ружье, как обычно, да. Я хожу там стреляю. Однажды я вышел на охоту сам, ну, молодой парень там, иду, там был такой подъем, пруд, заросший камышом. Снег был. Ну, естественно, в этом снегу, там, в этих камышах, там, заяц меня обманул. Он выскочил влево куда-то, спустился с этой гребли. И я его увидел, он бежал по нижней поляне уже, да, черт знает где. Черт знает где, это значит, метр, наверное, 120, да, где-то так, ну, приблизительно. Я взял так, чуть наперед, и с левой стрелы выстрелил. Он просто упал. Я думаю, блин, случайно. Случайно, бывает такое, да. А затем, несколько раз, несколько раз, да, какой несколько, я могу, ну, 10, это точно, в присутствии всех, да, вспомнить, как это было. Например, мы шли с одним охотником, вот у него, этот ТОС-25, да, я уже убил одного зайца, и идем, а ему хотелось с зайца в этот день, и он все мечтал, он всегда ходил, я ему убивал второго, помогал, он всегда на Новый год хотел там, в общем, идем мы с ним к машине, потому что не было больше, и тут такой ветер поднялся, снег несет, метель такая, мы идем через поляну, вернее, не поляну, зелень, зелень, нам нужно было на машине напрямую, а зелень, это практически сдуто, все, лед, и на нем ничего невозможно быть, никакой живности, мы думали, ружье было на плече, мы так идем, отвернувшись, закрываясь от ветра, я так случайно поднял голову, смотрю, заяц бежит, я не знаю, далеко, я говорю, о, заяц, он поднялся, где-то впереди нас, мы не видели, я так, хватаю ружье, скидываю, когда далеко, слева стреляю, там 0,8, сужение, выстрел, и он посунулся, говорю, Володя, это твой, беги, вот, когда он прибежал оттуда с ним, он сказал, слушай, я матом скажу, замучился, говорит, бежать, это расстояние, сколько, ну, наверное, метр, 100 с чем-то, 150, не 150, наверное, ну, 120, может, шагов было 150, он говорит, это он, этот, один раз, я сам считал лично, да, шаги, подранил одного зайца, и он почему-то шел в сторону села нашего, да, ну, я думаю, ну, как раз по пути, я буду, он не подпускал меня близко, не подпускал, не подпускал, но от меня трудно отвязаться, потому что я следы наизусть, как, распутывая, я его однажды поднял, поднял метров, он поднялся далеко и пошел в какую-то сторону, у меня бинокль висел здесь, короче, я выстрелил, смотри, он посунулся, ага, я уронил, не уронил, начал бежать, у меня бинокль оторвался, да, почему это важно потом будет знать, когда я добежал к нему, да, добежал, ну, я практически был готов стрелять со второго, но он уже был готов практически, ну, было хорошее попадание, вот, почему бинокль, потому что, когда взял его, думаю, буду считать шаги до бинокля, угу, то есть, понятно было, откуда был первый выстрел, да, был большой рост, был, я сейчас большой, короче, не маленький вы, то есть, у меня будет около метра шаг, ну, если нормально, я так, считаю, там, наверное, 90, до бинокля, в общем, я насчитал 120, да, до бинокля, стрелял чуть дальше, ну, то есть, то есть, это было гарантированно 100 метров, а может и больше даже, может 110 или 120 где-то, потому что там еще было 20, наверное, до бинокля, потому что я начал бежать уже, там, 10 метров, вот, то есть, такое расстояние, да, это практически для гладкоствольного дробового оружия, запредельное, фантастическое, это фантастическое, и это было не однажды, вот, самый такой показательный был, когда я вам рассказал, когда мы с гончаком охотились, он начал, мы слышим, он начал гнать зайца, с пленянником ушли, слышим, идет вдоль посадки, мы начали на перерез бежать, выбежали, я увидел, мы с ним увидели зайца, бегущего по дороге сюда, напротив нас, на нас вернее, гончак гнал оттуда, но когда он нас увидел, мы начали бежать к нему на перерез, он увидел нас, довольно, ну, как сказать, на безопасном месте для себя, он просто остановился, сел и развернулся в посадку, чтобы прыгнуть, но у меня ничего не осталось, я просто резко затормозил, и выстрелил с левого стола, он тут же упал, на том же месте, Юрка был поражен, он сказал, ни хрена себе, ну, то есть, это было, ну, тоже такое же расстояние, я не знаю, какое расстояние, да? Ну, большое. Большое. Вот. Потом, я еще стрелял, стрелял, как сказать, картечью, да, в шитель миллиметровой, это было вообще, не знаю, наверное, 150 шагов, Тоже в Зайца? Да. Попали? Так вот, слушайте, как попал-то, будет, это действительно поражено, интересно, значит, я стрелял, он поднялся, в таком невероятном месте, что я, видимо, промазывал, ну, и он пошел на ровное место выскочил, но он был уже недосягаем, далеко, я просто успел вытащить 6-миллиметровую картечь, зарядить, я уже до того так делал, особенно на пахоте, и выстрелил на вдогонку, взял чуть выше, там, у шеи, так выстрел, с запасом, да, ну, все прекрасно, я видел, как он сдрогнул, ну, то есть, он не показал вида, что я попал, дальше было невероятно, то есть, он бежал по дороге, бежал по дороге, которая уходила вдаль, снег был, да, я достал бинокль, ну, сначала так наблюдал, потом, где-то в конце посадки, это было километра, может, километр, ну, где-то, около этого, он просто сел, и смотрю, ну, куда же он дальше пойдет, бинокль достал, он так сидит, потом брык и упал, я думаю, надо быстрее, потому что там водоводская едет, ну, как бы, наиво, ну, может, как бы, подобрать его к нему, ну, как бы, наехать, подошел к нему, вы знаете, я его, так, выучил, перелет, нигде ничего не нашел, ни одного кровавого пятнышка, я был поражен, думаю, ну, как же то, ну, не от страха жены, да, может, не от старости, когда я пришел домой, ну, у меня отец тоже старый был, он уже плохо ходил, он любил снимать, снимал, 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 куда я попал, рассказывал, ну, короче, он снял, сказал, слушай, я ничего не нашел, как это ничего, давай, короче, когда он развел тушку, да, сердце, разрезанное пополам, тело пробито насквозь, начиная от зада, пробито насквозь, все тело, попало, да, именно точно в задницу, представляете, точно в задницу, прошло все тело, развело сердце пополам, и там же в этом мешочке упало, драмина, картичина, это было, ну, расстояние, наверное, 150, наверное, точно было, в общем, даже больше, здорово, я просто вспоминаю, потому что невероятно, этот бой этого, друзья, это было неоднократно, но у меня теперь есть шанс же проверить, у вас есть, но вы не так будете, заряжать, скорее всего, ну, значит, мне вдвойне интереснее, я, во-первых, могу поискать, как лучше заряжать, я самому поискажу, с моим методом, из такой же пропорции, ну, я думаю, что свое-то интереснее, все равно, мы ходили, где-то там, за Ивановкой, поля были там, и колхозные, да, обошли, ничего, ни одного зайца не нашли, ну, шли назад, там был такой, огромная, дренажная канава, заросшая буренома, ну, мы по ней шли до того, ничего не было, а там был проход, мы проходили, я сказал почему-то, а за проходом был кусок бурьяна, метров 50, наверное, длиной, так, метров 8 шириной, да, ну, опытный глаз мне говорил, что это место, то, что надо, я сказал, кто хочет вернуться, 50 метров, пройти, там будет зайца, все так остановились, устало, сказали, нет, ну, я не поленился, я вернулся, перешел этот канал, дошел до этого бурьяна, и что было дальше, вам сейчас расскажу, то есть, с этого бурьяна вылетает огромнейший заяц, потом, когда мы смотрели на него, мы были поражены, ноги у него, как у атлета, да, вот такие, длинные, хвост, вот такой, что было, я от неожиданности, я уже не был готов стоять, потому что мы уже там ходили, да, он выскочил, я, конечно, первым промазал, вторым попал, он упал, но поднялся и пошел, пошел наверх, по зелени, была морозная такая, сухая погода, и он уходил, вверх, как сказать, безнадежно мы остановили на него, и думали, е-мое, как же так, с подножки, я, как обычно, достаю 6-миллиметровый картин, ну, она у меня всегда была, в одном месте, в левый слой укладывая, до него было метр, он уже за 150, он уходил вверх, опаску, да, такой выстрел, вокруг него рвется земля, под ним, ну, наверное, в нем, я не знаю, там, в общем, буквально там метр, в объеме, ну, радиус, разброс, ну, и мы все так смотрим, стоим, особенно они там, РТФ-3, на таком расстоянии, он вот так вот бежит, и вдруг начал валиться, так, на-мо, валиться, 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 такой у него скос, и завалился, ну, я бежал долго там, забрал, прихожу, все были, говорят, ё-моё, вот это, вот это такое расстояние, ну, представляете, ну, я не знаю, потому что я и тут попал, один раз, ну, то есть, как бы так, добыт был, невероятно, конечно, в этом плане, невероятная особенность Рузия, вот, в плане, отлично, но, я вам сейчас, если я не расскажу, этот, то это все видео, смысла не имеет, я понял, это был просто невероятный случай, невероятный, в каком плане, мы шли втроем, я бы, было частично, снег частично потаял, да, я был с этим ружьем, я был в масхалате, который был, ну, как, не плащ, это такой, халатный, накидка, рукава длинная, были такие застежки, завязка, вот одна из них порвалась, такая, и она просто так свисала, у меня вот отсюда, да, вот, ну, и перчатки были, мы идем, спускаемся в балку, до того была красивая, тихая погода, там, невероятные цветы, я так вот запустил, поднимается заяц, у меня метров 20 впереди, на снежном, пологом склоне, да, снежный, ну, как на ладони, короче, все остановились и смотрят, как же я его до будущих, ну, красота какая, я так беру, ружье поднимаю, ну, думаю, близко, я сейчас подключу, и как это получилось на самом деле, я так беру, раз, этот приклад зацепил, край площады, вот так, раз, он сюда, я думаю, о, блин, надо опустить, опустил его, вот, поднимаю опять ружье, раз, а у меня этот, завязка, рукава длинный, и он у меня закрыл пальцы, вместе с перчатками, я так суё, оно не суётся туда, я так беру, раз, второй рукой, отодвигаю, а он тут бегит, он уже наверх поднимается, вот, потом, ещё мне что-то помешало, третий раз, я что-то, уже не помню, а, на предохранителе было, что ли, короче, да, я нажал, он на предохранителе, я снимаю с предохранителя, он был уже, на склоне, это было, невероятно, для этого, как сказать, ну, для прицельного выстрела, это, как сказать, уже все подумали, они стоят, если вы, ну, как это там, просрал, особенно, короче, я, наконец-то, снялся под охранителя, прицелился, спокойно выстрелил, и он упал, просто замертво, просто замертво, за эти, наверное, за сто с чем-то метров, там, я не знаю, не считали мы этим, но он был просто готов, лежал, все, я слышал, они просто аплодируют, это не мне, это ружье, это аплодируют, понимаете, я саму поражу, вот, в этом плане, да, это, невероятное случение, потому что 12 калибр, я вообще не признаю, почему, в этом ружье, у меня практически получается, заряд 12 калибра, 1,8, 1,9, порох усыпал, да, металлическая гильза, латунная, до конца дроби, ну, там, 38 грамм дроби было, почти 40, да, практически, это тот же 12 калибр, только резкости, меня, извините, в два раза больше, но больше, резкость и дальность, так что я не признаю тебя, вот, обычный охотник говорит, а что ты 12, так там же ствол, так там же дроби, как стреляешь, ты попадаешь, я говорю, слушай, это ошибочное мнение, это, это ты будешь стрелять на 30-40 метров, это предел, как у меня сейчас 12, предел, и когда я ходил с племянником, я не добываю стрелять, он говорит, слушай, если бы ты был с 20, так и говорит, он был бы уже готов, я говорю, ну да, ну, я говорю, продаем же теперь, так что, я не знаю, как еще можно его восхвалять, спасибо вам большое, мне это за что, дай бог вам этот, удачи и удовольствия ощутить, такой же как вам, как минимум, ну и хранить его, мне жалко, конечно, отцу спасибо, за то, что он мне такой подарок, на всю жизнь сделал, я просто восхищу и благодарю, хотел сыну, но он не хочет, ничего страшного, поэтому гитару себе куплю, на эти деньги, на вашу, спасибо вам большое, спасибо, 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 Продолжение следует...